Всем привет, меня зовут Айс и мы продолжаем прохождение темные картины маленькая надежда. Погнали! Крутовато. Да, пойдем. Продолжение следует... Звучит как бред, но... Вдруг нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти самим? В этом есть смысл? Эти жуткие твари как-то связаны с казнями. Тут что, все разваливается? Историческая реконструкция. Внимание! Неустойчивая конструкция. Небезопасно. Еще подсказка. Могила Мэри. Могила Мэри Милтон. Считается, что здесь похоронена Мэри Милтон. Мэри выдвинула множество обвинений против предполагаемых ведьм. Пастор Карвер взял ее под свою опеку, наставлял ее и молился с ней. После чего она оговорила нескольких жителей в городе. Из-за ее противоречивой роли в судах над ведьмами многие горожане отвернулись от нее. Ее останки похоронены на окраине города. Mayor Светлана. Светлячки. Это они светятся. Такой красивый. Разве нет? Какой-то странный. Немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Си суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она убивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Я вижу подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее славредных выдумок. Хорошо. Коли суд услышит, я выскажусь. Нам не чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту. Дабы принудить меня к молчанию, лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон. Но мы похожи, и это чертовски странно. Согласен. Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь в суде. О Мэри. Я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Знаю, как это звучит. Но надо выступить. Сказать, что она натворила. Как советует твой друг? Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Думаю, священник злодей. Ребенок, может, и виноват, но... Голый выбит священника. Уверен, за всем этим стоит священник. Ты рехнулся? Остановим девчонку. По-другому никак. Преподобный Карвер, человек Господа. В том нет сомнений. Зря ты это, чувак. Пожалел девчонку, и теперь нам, возможно, крышка. Очень надеюсь, что это не так. Ну что, удалось разобраться с Мэри? Нет, даже не видели ее. Черт. Встретили дваника Эндрю, Авраама. Он уже собирался выступить против Мэри, но добрый Эндрю его отговорил. Очень умный ход. Вы, блядь, издеваетесь? Мы видим события, которые произошли сотни лет назад. Не очень. Демоны из прошлого? Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Вот чего я не ожидала, это стать частью команды. Мне нравится. Со мной это впервые. Да, в точку. Я и сам кое-что сегодня понял. Жаль, нужны были ведьмы и призраки. Нам бы здорово пригодился этот... Как его... Паладин. Воин света. Охренеть! Не знал, что ты в теме ролевок. Ты обо мне многого не знаешь. Я тебя еще удивлю. Увидишь. Пора двигать. В жопу это сраное место и сраную аварию заодно. Почему не помогает? Герой такой полчаса прошло. Тейлор! Где ты? Тейлор! 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 Это ты? Что это нахрен было? Пойдем туда. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Это было опасно. Очень, очень близко. Это было подойдет. Валерийесте. А то? Валерий. Или просто кукла. Похоже, она хотела утащить меня поглубже в лес. Думать не хочу, чтобы она там со мной сделала. Фортуна повернулась к нам лицом? Что бы мы там ни увидели или вообразили, мы все еще в опасности. Должен быть способ остановить ее. Мы могли упустить шанс что-то изменить. У вас был шанс обличить Мэри, показать, что она мошенница и лгунья. Сделать ее обвиняемой. И что же вы? Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас только один шанс переиграть не получится. Так что я готова сделать все необходимое. Идем. Оглядимся. Еще подсказка. Теперь похоже придут за учителем. Мэр сообщает о земельной сделке. Эскалация протестов все невероятнее. Бабуля молодец. Сама справилась. Выжила. Карвера в Мэре. Это наше будущее благополучное СМЛ Карвер. Смотрите-ка. Смотрите-ка. Эй! Они идут. Бежать некуда. Я помогу им с поиском. Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. Ну же! Внутрь! Ну, здесь давно никого не было. Вот мой черед предстать перед судьей. Ужас обуял меня. Я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истина, что ложна. Добром это не обернется. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Аврам и Джозеф – союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужество. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опоручить. Ее бесстрашие несомненно. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Абраам! Что мне делать? Иные желают, дабы я выступил против Мэри. Но гораздо ли дитя на такое зло? Тяжело, понимаю. Для любого. Мэри – просто ребенок. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литтл Хоу. Меня не занимают истории и слухи. К делу, юноша! Мэри терзается. Фантомы измучили ее. Иссушили. Лишили чистоты душу. Люди твердят о на взговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени. По воле суда, Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Рассказывайте. Вы видели двойника Эндрю? Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата. Что она жертва. Это плохо. Очень плохо. Черт! И что теперь? Это поможет. Должно. Теперь мы знаем, что можем изменить ход событий. Что думаешь? Это действительно так? Думаю, да. Все было, как он сказал. Все было, как он сказал. Что за хрень? Нам пора. Идемте скорее. Давай осмотримся. Глядите на шмотки. Это место закрылось сто лет назад. Детство в 70-е. Вся жизнь впереди. Должен быть другой выход. Может на первом. Подожди. Спустимся. Вначале посмотрим тут. Вечная память. Джеймс Кларк. Соболезнованиями от друзей и коллег. Давай пушка. Мистеру Винсету Барнсу. Уважаемый мистер Барнс. После нашей дисциплинарной беседы я вновь поднимаю вопрос ваших посещаемости и поведения. Руководство постарается войти в ваше положение и простить повторяющиеся пропуски, учитывая непростые обстоятельства и недавно полученную травму. Однако, непрекращающиеся выговоры за проступки, опоздания, появление в нетрезвом виде, вынуждают нас отправить вам официальное письменное предупреждение. Повторение подобного поведения или пропуск работы в течение следующих 12 месяцев приведут к увольнению. Сотрудники Риверден должны обладать такими качествами, как трудолюбие, пунктуальность и трезвость. Вы должны подтвердить получение данного письма, подпишите и верните его в офис в течение 7 дней. Продолжение следует... Иди сюда, посмотри на это. Вот это дичь. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас похожа кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похожа на нас. Так какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, мы все видим один кошмар? Ты правда хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Я прихвачу его. Ты говорил, это типа ночной кошмар. Ты так думаешь? Если это мой кошмар, что вы тут делаете? Могу сказать то же самое. Не знаю, что реально. Ты настоящий, Эндр? Ну тебе. Наш местный судья. Эмуэль и Ноши. Прочитав письмо капитана Бонда о событиях в Литтл Хоп и выслушав ходатайство горожан, я спешу выразить свою величайшую обеспокоенность. Учения пастора Карвера отлучились от истинной доктрины и добродетели. Его разум покинул братство святых и уже долгие годы грязнет во грехе. Озаботясь его деяниями, что отравляют и оскверняют город, прошу назначить комиссию для рассмотрения таковых деяний прошлого года, в том числе касаемые девочки. Твой слуга Томас Вайман, судья. Газета. Закрытие фабрики в Литтл Хоуп. Сотни увольнений убьют город. Литтл Хоуп потеряет почти 600 рабочих мест. Когда текстильная фабрика Риверден закроет свои ворота на Гарвард Роу в сентябре, увольнение затронут работников фабрики и вспомогательных предприятий в городе. Об этом решении во вторник объявила Хейзель Карвер, владелец семейного бизнеса, остававшийся главным работодателем в городе более 160 лет. Мы с грустью приняли это решение, мы считаем работников фабрики частью нашей большой семьи и понимаем, как много Риверден значит для них, но мы больше не можем продолжить работу. Диалог с семьей Карвер заявил Маккарти, и хотя дочери были открыты идеями профсоюза по спасению фабрики, мэр Карвер отверг каждую из них, продолжил он. Мы хотим и дальше сотрудничать с семьей, чтобы спасти их бизнес и наш город, но кажется мэр не видит в нас партнеров. Другой член профсоюза, пожелавший остаться неизвестным, высказался более откровенно. Все дело в земле, Карверы владели городом на протяжении нескольких поколений, если земля не будет приносить им доход, они все закроют. Поскольку это основной источник дохода для большинства семей в городе, многие беспокоятся о своем будущем. Закрытие фабрики убьет город, заявил Херальд, один из работников фабрики. Мы... Дальше запись прерывается. Комиссия Восточного округа. Закрытие фабрики. Фабрика была закрыта вследствие ликвидации компании. Литл Хоуп. Из-за нескольких несчастных случаев после закрытия вход на территорию фабрики был запрещен. Попытка проникновения на территорию будет расцениваться как преступное нарушение. Все бывшие работники, желающие вернуть личные вещи, могут обращаться по телефону. Попытка проникновения на территорию фабрики. Похоже, это наш местный житель. Который тут единственный в городе. Ну а ты... Слышите? Прямо под нами. Надо уходить отсюда. Быстро. Подожди. Мы не все обыскали. Попытка проникновения на территорию фабрики. Детская игрушка стала причиной страшного пожара. Причиной ужасного пожара в жилом доме в Литл Хоуп в эти выходные могла стать детская игрушка. Лейтенант Дэвид Фаррес добровольно пожарной дружины Литл Хоуп сообщил Херальд, что на кухне рядом с включенной газовой плитой кто-то оставил детскую куклу. Он считает, что огонь мог перекинуться на игрушку и поджечь помещение. В огне погибли пять членов семьи Кларк. Единственный выживший 18-летний Энтони Кларк. Допрошен полицией после ареста по подозрению в поджоге. Однако по итогам расследования молодой человек был отправлен и сегодня он выйдет на свободу. Близкий к семье преподобный Леонард Карсон из епискальной церкви святого Дэвида назвал пожар трагедией. Это ужасно, что погибла целая семья. Они переживали непростые времена, как и многие семьи в наше время. Но они были хорошими и трудолюбивыми людьми и любящие семью, и я помогал им преодолевать трудности. Печально, что их настиг такой конец. Дата похорон еще не назначена. И пожарная дружина, и мэрия высоко оценили решительные действия полицейских, прибывших первыми на место трагедии, и не позволив огню забрать шестую жертву. Оперативные действия офицеров Рейнольдса и Хоффмана помогли предотвратить еще одну смерть, заявил мэр, рекомендовав полицейских в награде. Значит, кто-то там выжил в пожаре. Тяжелый. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Что там? Ты оттуда, я отсюда. Толкаем вместе. Так? Ну, давай! Ого! О, черт! Дэниел! Ты цель? Конечно, вытаскиваем. Попадайся! Давай-давай-давай. Вытащите его быстрее. Давай. Бежим! Ах! 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 Ого! Ах! 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 Дэниэл, ты еще внизу? Дэниэл? Ну, отзовись! Ты в порядке? Пойдем, пока ничего не случилось. Одиночки, они лучше выживают. Дэниэл? Где ты там застрял? Ответь мне! Вы видели Дэниэла? Нет. Его пока нет. Ладно, пойдемте. Дэниэл справится. Догонит нас. Дэниэл, ты цел? Куда он, блин, подевался? Дэниэл? Ответь, пожалуйста! Спокойно. Мы вернем его. Дэниэл, ты где там? Эндрю! Эй! Ребята! Я наверху! Ох, как же я вам рад. Не только я теперь похожа на мокрую курицу. Боже мой, я так боялась. От меня не отделаешься. Кто-нибудь из вас видел, Мэри? Я нет. Солнце. Один из оккультных знаков. Класс. Теперь постараюсь об этом забыть. На свободе. Вчера господин Кларк покинул полицейский участок Литтл Хоуп. Дело о страшном пожаре в доме семьи Кларк закрыто. На глазах свидетелей Энтони Кларк, единственный выживший в огне, отпущен полицией. Четверг. Полдень. Бедный мальчик. Наверняка он сейчас словно в аду, высказался один из наблюдателей. Корреспондент Херальт обратился к господину Кларку за комментарием, однако он не обвинили Кларка, обнаруженного на месте происшествия, с коробком спичек в руках, в поджоге. Когда Кларк выходил из здания полицейского участка Литтл Хоуп, было слышно, как некоторые прохожане кричали «Гори в аду!». Видели? Будьте начеку, мало ли что. Ни единой душе не спастись в Литтл Хоуп, покуда ты жив. Ты должен умереть. Даже жене своей ты передал страсть к служению сатане. Можешь проклясть меня, но жену мою покойную порочить не смей. Ты не смирился. Я должен изгнать дьявола, дабы спасти город. Нет спасения. Жозеф, отрекаешься ли ты от дьявола и его учений? Нет, нам не греха. Я не от дьявола. Город осквернен безумием, принесенным слугой сатаны. Мэри! Надо помешать им. Давай поможем. Мы вроде можем влиять на историю. Давай, помоги мне! Вот! Нет более сомнений. Перед нами колдовство. Больше камней. Сокрушим дьявола внутри его. Не медлите. Участь Литтл Хоуп в ваших руках. Хорошо, так помогли. Сокрушим дьявола. Девушки отдыхают 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 Этому уроду нужен только я! Идите! Живо! Я его задержу! Сбежать можно! Я смогла! Ну же! Не надо сдаваться! Это дуба! Бегите оттуда! Он исчез? Я его больше не вижу. Демоны в дом не заходят. А сейчас-то мы где очутились? Похоже, тут был пожар. Здесь что-то не так. Здесь что-то не так, девиз этого города. Здесь что-то не так. Принес. 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 А это отсылка уже к третьей части Субтитры добавил DimaTorzok Детский рисунок Очень похоже не нужен Письмо преподобного Карсона Сентябрь 71 Преподобный Леонард Карсон Церковь Святого Давида Дорогая Анна, спасибо за твое письмо о Меган Понимаю твое беспокойство и хочу верить тебя Что строптивое поведение твоей дочери отнюдь не редкость Я уже помогал родителям с похожими проблемами И с радостью предоставлю Меган равственный ориентир В послании к евреям 12.11 говорится Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности Подойди ко мне после службы в воскресенье И мы подберем время для личных наставлений Преподобный Карсон Похоже нас окружили Пока подниматься Не будем Давай еще осмотримся Будет третий демон Жуть какая Современное руководство по успешному воспитанию Родители, недовольные собственным воспитанием, могут перестараться с его компенсацией Они могут не хотеть, чтобы их дети чувствовали по отношению к ним тоже, что и они к своим родителям Они жаждут дружбы со своим потомством Поэтому родители верят теориям, которые побуждают решать все конфликты при помощи любви Это приводит к убеждению, что когда их дети плохо себя ведут, они должны не сердиться Или наказывать их, а вместо этого лишь еще сильнее проявлять свою любовь Подобное балование ребенка может иметь серьезные последствия Дети становятся требовательными и непослушными Родители подавляют злость, вызванную поведением их ребенка Но рано или поздно взрываются, путая и сбивая его с толку Родители чувствуют себя виноватыми и не знают, что делать, запуская новый цикл плохого поведения Проблема заключается в родителях, которые пытаются проявлять терпение Когда на это не осталось никаких сил и ребенка следует наказать Они нерешительны и слабовольны там, где требуется твердость Если не наказывать ребенка, его поведение будет ухудшаться до тех пор Пока родители попросту не потеряют контроль над собой Всплеск эмоций может решить проблему временно Но главная опасность заключается в том, что происходит после Родители, которые чувствуют стыд, забывают дать ребенку время перенести свое наказание Вместо этого они пытаются отменить его Смягчая последствия, дисциплина требует последовательности Оба родителя должны вместе противостоять непослушному ребенку и доводить наказание до конца Если один из родителей даст слабину в дисциплине из-за линии или чувства вины Избалованный ребенок может использовать это в своих интересах Установка границ Родители должны установить границы, поскольку ребенок на самом деле предпочитает, чтобы его родители были твердыми При условии, что они также справедливы Это важная подготовка к общению с другими людьми Без этого ребенок верит, что весь мир будет потакать его требованиям и истерикам Такие избалованные дети часто бывают шокированы реальным миром И не могут вынести ситуацию, когда их капризы никому не интересны Им приходится выбирать между отсутствием друзей Либо непростым обучением тому, как общаться с другими людьми Джеймс и Анна Посмотрите на это Я был женат на Анжеле С каждой минутой все абсурдней С каждой минутой поднимаемся что это это девочка надо найти она здесь что за чёрт стой тут эндрю что происходит нет стоп ты должен постой что то здесь не так уверяю всех собравшихся что ныне город освободиться из лап дьявола милостью божий литл хоуп восторжествует даю слово суд был спешно созван но тому есть веская причина ежели мы хотим избавиться от зла пропитавшего литл хоуп нам должно действовать немедля обвиняю тебя мэри в колдовстве говори преподобный раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению через куклу мэри призывала дьявола дабы служить ему мы были обмануты детятей ее личиной непорочности из-за куклы по недомыслию была осуждена табита но она всегда принадлежала одной лишь мэри она в молчании созерцала как казнили ее сородичей все не так лжец сие порочное дитя порождение сатаныны не смеет обвинить меня слугу божьего в злодействии это безумие эти люди с ума нахрен посходили я сроду не желала вредить ни городу ни жителям что я могу если бы я мог я бы как-то это остановил но и в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу о помощи я молю суд выслушать мне нужно наставление наставь меня на путь давай скажем священник злодей надо помешать им этот суд какой-то чудовищный фарс карвер вот кто злодей мы поддались на его уловки узреть истину сумела лишь мэри преподобный карвер тот кто призывает нас верить в дьявол молчи во всем повинен он тебе не обмануть нас более твой умысел ясен как день я узрю сей город очищенным от зла ты все путаешь тебе не карвера надо обвинять что сделать дабы вратить литл хуб к свету преподобный усиляет меня страх ну давай остановим священника останови карвера это все он не видишь он обвиняет мэри чтобы его не трогали я знаю что должны делать стоять что здесь за бесчинство то что он мне поведал вызывает дурноту тебе предстоит ответить на многие вопросы как способен слуга божий сотворить такое мэри твои мучения кончены можешь идти глупцы обмануты детем разве не видите кто она истина пялится на вас из адской бездны но вы слепы дочь дьявола надурила всех вас не меня я вижу ее вижу ее шлюха сатаны ты отплатишь за злодейство я в числе первых пал под твои чары ныне весь город одурманен тобой не найду слов без тебя я была бы мертва ты спас меня отныне я тебя не забуду но я не спас тебя но я не спас тебя но я не спас тебя готова да ты точно все правильно сделал злодеем был этот конченый священник но да блин я должен быть счастлив но я ничего не чувствую но ладно идем отсюда ты довольна что случилось игра пройдена я тебе говорю эй зря ты вернулся держись подальше я никогда не забуду и не прощу тебя наш таксист я не ищу проблем окей мы уедем и не вернемся тебя надо отправить прямиком в ад гребаный сумасшедший убийца это он что эй этот ублюдок вооружен вы о чем это вас ничего не беспокоит нет прошу стойте вы не понимаете мы направляем всех через литтл хоуп все нормально все нормально вас ничего не беспокоит все нормально просто хочу довести своих пассажиров вряд ли вряд ли их потревожит небольшая задержка вы вы можете все заткнуться так мы не найдем помощь и не выберемся вы 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 Чё? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Если вы можете чем-то помочь, мы будем благодарны. Нет никаких нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, ты педрила! Палить в меня нахрен уду! Хорош прятаться! Полегче, я же... Я хочу помочь! Видели эту дверь? Чего ты несёшь? Ничего тут нету! Эй! Они идут. Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. Ничего. Всё будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну всё. Конец. Свободный. Пока что. Но вы можете попробовать ещё раз. Постараться. Добиться большего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю! Ваш подопечный пережил чувство вины, ужаса и сохранил жизнь. И вы в итоге нашли водителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, теперь он перестанет жить в прошлом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До следующей встречи. Может, в арабской пустыне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или же... Где ты ещё? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы встретимся вновь. Один раз точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольная получилась история. Всё это время мы играли за водителя, который в самом начале пропал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно сказать, какая получилась концовка. Вроде все выжили, но нас посадили в тюрьму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, думаю, вполне хорошая история заканчивается. На этом всё. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...